А вы любите котов? Вот я люблю котов, у меня их два. Это Васенька, он пушистый. Это Лёлик, он болеет маленько. Сегодня я расскажу про эволюцию котов. Думаешь, тебе не интересно смотреть видео про эволюцию котов, а ты досмотри до конца. Откуда же произошли коты? Так вот, вот это, это, это лапа моего любимого моего кота, Лёлика, он болеет. Если посмотреть на его лапу, всё покажу. О, видно? Может кому-то не видно, мне лично видно. У кота есть перепонки на лапах. А это значит, что? Что коты, на самом деле, водоплавающие. Вы думаете, коты плавать не любят? Какой-то такой стереотип есть, ну даже не стереотип, не любят плавать. Скрываются, скрываются хитрые твари, чтобы никто не выяснил. Я-то выяснил. Так вот, все, наверное, знают, что в Египте были сфинксы. То есть, они оттуда пошли. Или вывели их там, или я не знаю вообще, как это было. Точнее знаю, вам сегодня расскажу. На самом деле, коты вышли из воды. Никакие там земноводные лягушки, там прочие, ящерицы, змеи, что-то типа того. Коты. Именно. Именно вот сфинксы вышли из воды в Египте. В Египте, насколько всем известно, протекает большая река Нил. Оттуда они и появились. Вышли на берег и оказались, э-э, Египет. Нормально, фараоны, круто. Цивилизация. Будем здесь жить. Так и жили некоторое время. Но у кого есть сфинксы, те, наверное, в курсе. То, что им нельзя долго на солнце находиться, потому что... Ну, потому что нельзя им долго на солнце находиться. Там что-то шкура выгорает. Могут ожог получить солнечный. Ну, так вот, выбрались они там, значит, жили какой-то промежуток времени. А потом все повымерли нахрен. Потому что от ожога кожи они, в общем, вымерли. Пожгло всех котов напрочь. Но часть сфинксов все-таки ушло на север. И как бы начали обрастать постепенно шерстью. Ну, так как холодно, зима. На улице я бы вам показал. Ужас. Зима. Сибирь. Жесть просто полная. Ушли на север, обросли шерстью. Им тут стало хорошо. Вот. Куйня какая-то получилась, да? Не, нормально. Дальше скажи, почему они полосели-то опять? Почему? Потому что родился как-то лысый кот. Ах, да. Забавная история про кота. Как же его звали-то? Блин. Герпес? Не герпес. Эпидерий? Не эпидерий. Эпидермис, точно. В Канаде у одной волосатой кошки родился кот. Лысый. У канадцев, чувство юмора просто замечательно. Назвали его эпидермис. Хватило ума. Взяли, скрестили потом этого эпидермиса с кошкой с лохматой. У них получились котята. Часть из них была волосатой. Часть лысые. Взяли, скрестили опять лысых. У них опять получилась часть волосатых, часть лысых. Вот, в общем, они скрещивали этих лысых котов, скрещивали, скрещивали, пока, эть, непостоянно не начали получаться лысые коты. В итоге, вот из такого существа, древнеегипетского, получился вот такой симпатичный котик волосатый. А это Лёля. Он болеет малейко.